Учения по подавлению массовых беспорядков прошли на территории следственного изолятора и стали самыми масштабными за последние несколько лет для нашего города. В Тверд на трехдневный тренировочный сбор из четырех регионов приехали сотрудники различных ведомств – спецназ, УФСИН, МЧС. Цель этих учений – это отработать взаимодействие всех сил и средств, взаимодействие отдела социального назначения и сил Федеральной службы исполнения наказаний в составе сводных отрядов при ликвидации массовых беспорядков в учреждении. По легенде, около 600 осужденных объявили бунт. Сначала отказались от завтрака, потом вооружились металлическими прутьями и на плацу стали требовать позвать прокурора и прессу. Они были не согласны с режимными требованиями и хотели в тюрьме большей свободы. Роль заключенных с блеском исполнили сотрудники УФСИН. Здесь даже Станиславский не смог бы сказать свое знаменитое «не верю». Переговоры результата не принесли и было принято решение о спецоперации. С помощью водомета спецназ быстро остудил пыл большинства осужденных, но многие продолжали борьбу, используя коктейли Молотова. Один из них угодил в бойца, но благодаря новой разработке тот не только не пострадал, но и от выполнения задания отвлекся ненадолго. Новая разработка наших промышленников, которая позволяет быстро, даже в открытых условиях, тушить возгорание на любой поверхности. Такие средства мы сейчас закупаем специально для того, чтобы нам тоже быть готовым и к такому развитию событий. Самые агрессивные заключенные спрятались на крыше и затем продолжили бастовать уже оттуда с транспарантами «Жизнь ворам». Но всего за несколько минут бунт был окончательно подавлен, причем практически без применения оружия. Такая задача – обезвредить, но не навредить – стоит перед бойцами и в реальных ситуациях. Мы никакого оружия близко, как минимум за последние три года точно не применяли. И мы ставим в первую очередь задачу по возможности все решать вопросы путем переговоров. Ставилась задача блокировать щитами, а потом просто-напросто уже произвести залом руки и сопроводить к соответствующему месту, где уже осуществляется сбор осужденных. В жизни такие ситуации в тюрьме, по словам сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, крайняя редкость. Но готовыми к ним нужно быть всегда. По оценке руководства ФСИН, цели учений были достигнуты и основные навыки отработаны успешно. Светлана Маркина, Илья Чечен, РЕНТВ-пилот.